ребята всем привет с вами александр джурасик all the game у нас тут нежданно-негаданно среди недели крошите лед и врагов это у нас турнир турнир на ту пуксуару короче очень короче так необычно на вот такая штука и условия у нас а где у нас здесь почему здесь условия не написано ну вот как бы кай кайнозои почему нельзя здесь панди была сарша кнопка как бы посмотреть но сейчас уже чего нет но как бы открываем схватка и видим что сражаться здесь нужно только кайнозоями я так понимаю всеми подряд я думаю но если получится то ребятки это мы постримим да ну а сейчас мы пойдем сдвиг ледников и вот за келенкиным сходим здесь у нас будут водные битвы водные крутые вкачаные битвы но для этого сначала давайте келенкина найдем покажу вам как он выглядит и если кто вдруг не видел или подзабыл так так вот у нас есть гасторнис то есть один из родичей да скажем так 4000 на 1300 это у нас гасторнис а вот келенкин келенкин считается тоже одной из самых крупных птиц по одной из версий он самый крупный да но у нас почему то здесь м м супер редких то есть он даже фараракс у нас по моему легендарный так вот у нас гасторнис где-то фараракс да они фараракс у нас тоже тоже супер редкий ребят то есть у нас один но у нас ничего тогда 3 террор птицы это у нас террор птицы ребята которые властвовали на земле ну точнее на юб южной америки в свое время до того как южная америка соединилась северной и млекопитающие вы сожрали всех этих птиц ну ладно вытеснили по крайней мере их давайте сейчас мы тут про них прочитаем начнем давайте с фараракса греческий язык среди переводов тряпочный вор и держатель веток странное название рост 2 4 метра вес 130 килограмм ночь это маловато это как обычный страус так хотя фараракс не летает он является хищная птица на его маленьких тылях имеется острые когти которыми он хватает жертву как-то с трудом себе тогда представляю нотка гадки я вижу да ну это как те руки тираннозаврами лишь короткие фараракс облатает изогнутым остроконечным клювом с помощью которого он пробивает череп жертву мы это не знаем ну и куда ты вышел так это был фараракс фараракс так теперь давайте давайте нашего самого мощного террор птицу прочитаем так это нас гастор не с огромной головой острый как бритва клюва это не летающая птица может стать страшным оружием этих крупных птиц часто принимает за хищников но на самом деле их основная пища семена и растения вот так вот а только что нам говорили про другое при росте 1 и 8 метр как ведь он меньше гастор не с откладывать яйца размером крупнее чем а современные страусы такие ученые обнаружил кость кости гастор неся также яйца перья даже отпечатки ног жила на 40 миллионов лет назад поэтому такие находки поражают воображение ну то есть есть по ней даже при одним и том же росте есть птицы такие более массивные под 400 килограмм а есть птички такие вот как страусы типа там и они весят всего лишь там 130 так ну а теперь давайте мы найдем судно для нашего келенкина келенкин это ужасная птица еще террор птицам них называют выше человека среднего роста она могла достигать трех метров как видите он самый высокий из всех наших птиц не 2 и 4 не 1 и 8 а именно уже по 3 метра клиника поставил со своими как своим огромным черепом около 60 сантиметров в длину он обладал самой большой головой среди всех известных птиц с помощью массивного клюва келенкин убивал добычи нескольким сокращающими ударами нам перед ним говорили что они в основном питались зернышками ну собственно как и медведи да медведи тоже то в основном питается травкой ягодками и прочей лабудой корешками да но могут и оленя завалить келенки является одной из 18 известных науки хищных пицц из семейства фарараксовых ребят вот так вот так мы теперь со всеми этими ребятами познакомились и пойдемка давайте мы посражаемся авка а в конце мы пойдем посажаемся именно этими птицами то есть четвертый бой сделаем и на теми птичками ребят лизиазаврик он подменится там пойдет ромалия и давайте декадер мы возьмем жаль я не смогу снять половину жизни мой удар меньше потому по одному бить бить как то неохота а вот он гаденыш нас хочет ударить но ничего он бьет не так уж сильно мы еще посидим защите у нас есть аромалиазавр для этих целей но мы тут легко справимся так у него один один баль осталься мы это знаем потому что мы неплохо так считаем защищать его не будем вот так вот красавчик хайнозавр очень красивый плиозаврик на все четыре плиозавр нас атакует тоже хорошо выглядит кстати зачетно так ну а теперь за два удара отлично мы легко его пробиваем и декадерма у нас есть ромалиозавр давайте подменимся чтобы она не проставила красиво выглядит декадерма выглядит шикарно а а а а а а а а так геликус 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 давайте платозаврика возьмем бананича возьмем геликус у них 71 давайте возьмем геликуса и возьмем на путь будет думки прибережем силы до кадерма 66 баллы бережет гаденыш а ну ка так уже поставил два в защиту но я два выдержу два я выдержу на это и был расчет все по плану давайте теперь вот эту рыбеху выпустим она бьется не больно но но тем не менее просто захотелось ее взять вот тут был еще ксифактин да мега вкачаны было бы реалистичная битва так полностью потратил все свои очки противник наш и мы всего лишь за два удара его сидим я бы собственно говоря мог бы только что защититься на 4 и победить двумя даже ну вот как бы вот я сейчас бы его пробил даже зря взял дунклеозавра все очень хорошо сложилось ну раз взяли то пусть поработает готовенький и последняя битву ухты прикольно прикольненько вот так разберемся хотя можно было найти еще более можно было лептостегу взять обыкновенную будем играть ва-банк пол жизни практически ха-ха-ха слабенькая лептостега слабенькая удар у нее конечно ядреный на шестьдесят четвертом уровне а так слабовато непонятно что он делает конечно взял так вот слил бездушно восемь баллов зачем зачем собирать 8 на чтобы потратить на одну атаку так но у нас был удар супер удар черепашек ниндзя так так и так ать двать тричь ну а кронич вообще там мало жизни имеет мы его легко пробьем несмотря на то что он даже сто тридцать второго уровня он даже не решился нас атаковать ну а ну а и вот такой вот у нас прекрасный набор келленки на так надеюсь скриншот сработал самый крупный череп среди всех птичек так но мы тогда идем вот сюда идем вот сюда все существа кайна зои это же у нас саванны до келленки на гастор нис еще гастор нис фараракс и келенкин вот есть давайте возьмем их истор не сам фарараксы и нужно взять кого-то из гротов ну ударом под 300 на ну пусть будет титан обо все любят змеи змеюшку 150 600 так у него там самый сильный один только на то вообще за один удар практически тридцератопса съест у нас кто титанобо походу не 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 мы насобираем много баллов на лабиринтозавре так давайте вот так сделаем он должен был поставить защиту прилично я мог бы его пробить конечно но что он будет делать 7 баллов атака на все семьи я выжил как я круто развел противника вот наша птичка разозлилась нельзя нашу птичку так бить даже 4 поставлю чтобы фараракс выжил он думаю сейчас нас про атакует специально тогда мы келенки нам загрязем этого самого сильного стега царатопса нет вот так ну ладно приносим жертву гасторнист нам в общем то не нужен у нас тут сегодня келенкин главный а противник наш так играет что в общем то сейчас тут загрызг вообще всех одним существом так у него два балла осталось но я бы мог их конечно естественно титанобо здесь всех разобрать но мы хотим по-другому ну вот так самого жирного блин два балла чё то я не засчитался или досчитался не пробил ой 134 да можно было вообще поставить один балл защиту и не париться ну давайте может он не поставит все балл да вот так вот наш наша птичка победила вот так вот у нас суровый гасторнист и от келенкин у нас тут рядом какой гасторнист келенкин я мое вот и все ребятки всем спасибо за просмотр и до скорых встреч